Микс Ньюз Добрый день, уважаемые радиослушатели Вот так мы активно обсуждаем итоги недели И прямо вот в эфире продолжим Это делать, тем более, что два эксперта У нас более чем Опытные и хорошо вам известные Это депутат Сейма Янис Адамсон И еще один офицер, прямо скажем Райма Трубловский, эксперт Добрый день Да, вот действительно мы обсуждаем События недели, которые происходили Очень много было событий Памятных, связанных с 30-летием Балтийского пути Действительно уникальное событие Вот так вот время бежит, 30 лет прошло, не верится Наверное, может быть, для истории это ничего Один миг для человеческой жизни Это вот целая эпоха Янис, ты тоже хорошо это все помнишь Может быть, об этом Сейчас вот, даже не столько, может быть, о тех событиях Сколько сейчас вот Помятуя о 30-летии, начали говорить Об идеалах, свободы, демократии Независимости и так далее Я бы с удовольствием вернулся 30 лет назад Как и многие радиослушатели Было бы интересно Ну, конечно, прошло 30 лет И те идеалы, которые были у нас у всех Тех, кто участвовали в этом мероприятии Честь и хвала Мы не побоялись Это мероприятие провести Но, кстати, в этой связи Вот мы тут занимались мешками КГБ и так далее И я сегодня ехал на работу И так призадумывался Вот, кровавая Гебня, ЧК, ВЧК, КГБ и так далее Да, если бы не было указа сверху Навряд ли бы Латвии, Прибалтики И Средней Азии, и Грузии Или, ну, то есть, Закавказье Стали бы свободными, независимыми государствами То есть, без Москвы это было нереально, да? Ну, слушайте, ну, хотя бы элементарный вопрос Как одновременно создавались народные фронты Во всех республиках И зачастую с одинаковым названием В большинстве республик Ну, это немножко другая тема Но вместе с тем, те люди, которые выходили Давали друг другу руки Создавали этот Балтийский путь Конечно, перед ними Снимаю шляпу Это был героический Гражданский такой поступок И, конечно, те То, о чем мечтали тогда О чем мечтали, идя на баррикадах И баррикады у каждого во многом были Свои Я думаю, что те идеалы, к сожалению Не притворены в жизнь То, о чем мы мечтали И в том числе и я Что мы будем жить в благочестивом государстве В достатке сытости И в правовом государстве Но, на мой взгляд Мы от этого еще очень далеки Наоборот, мы можем наблюдать Абсолютную деградацию политической элиты Вот, что касается деградации политической элиты И вот, Раймонд Действительно это так, да? Я думаю, стопроцентно Даже больше Потому что, ну, опять же Мы из того поколения Которые были рядом И в той или иной мере участвовали в процессах Да, вам не надо это из книжек читать Да, я просто могу сказать Я в то время уже был офицером службы безопасности парламента И уже с 91-го года У меня просто была возможность наблюдать состав Скажем, тогдашнего Верховного Совета Который принимал все эти документы И, то есть, кадровый состав Там просто было, ну, скажем так Там было видно, что эти люди Ну, в принципе, они много Каждый из них был Личность Личность Каждый из них был сообразованием Фактически случайных людей не было Случайных не было И слава богу, что не было случайных людей Каждый из этих людей был величиной В своем каком-то профессиональном сообществе Будь то юрист Будь то В противном случае По одномандатам Около нечего было ловить, да? Ну, вот и сейчас Я просто вот лично могу К сожалению, взять Эту страшную деградацию Вот состав Теперешнего Сайма Конечно Есть, скажем 30 депутатов Может быть, скажем Таких очень Опытных Опытных, да Но, как минимум Там половина А, неопытные Необразованные Вообще не понимают О чем они Разговаривают И самая главная проблема Абекса Стоит в том Что эти люди К сожалению Голосуют Что они принимают Какие-то законы Они, скорее всего Даже не читают Что они принимают У них нету Скажем Большого стратегического Понимания Куда мы То есть, Венбарк В своем критическом отношении К нынешней коалиции Прав? Нет, он абсолютно прав Но, начнем с того Что Венбарк Был Депутатом Верховного Совета Кстати говоря, да Да Который голосовал Вот как раз об этом За независимость Я просто тоже Сегодня ехал Тоже в машине Думал Так И Да С Раймоном Передачей Переговорили Был Была министром Иностранных дел В Швеции Шведка Латышеского происхождения Которая была вынуждена Уйти в отставку Потому что По пути домой Заехал в магазин И послужебную карточку Приобрела памперс На следующий день Она эту сумму вернула Да Но отставка была неизбежна Но отставка была неизбежна К чему я это И больше она в политике не появилась К чему я это Хотя ей не было Что по отношению К ней Не было никаких Профессиональных нареканий Это чисто Вот Планка этики И А сегодня утром Пью кофе Смотрю Передачу По моему ЛНТ Да не суть важна И показывает сюжет Премьер министр Господин Каринч У которого Тень Так С которого Тень так и не ушла По поводу Возможной аферы По поводу Кинотеатра Пионер снулиц Сколос Разговаривает С господином Закатистовым Которым выдвинуто Обвинение В тяжких Финансовых Прогрешениях Да И когда Ты начинаешь Думать Вот До чего Докатились 20 лет назад До этого Никто бы Даже Теоретически Не мог Допустить Что Второе лицо Минфини Парламентский Секретарь Человек Против которого Выданут Обвинения В финансовых Махинациях Второе лицо А он отвечает За налоговую реформу Второе лицо У нас там ждет Конечно Очень хорошие Дологи Второе лицо Министерства Юстиции Человек Который Привлечен К уголовной Ответственности За Разглашение Государственной Тайны Тяжкое Особо Тяжкое Или особо Тяжкое Преступление В зависимости От того Какой Квалификации Подойдет А он Минюстер Он Второе лицо Смешно было Наблюдать Когда Защищали Бюджет За одним столом Сидит там Госсекретарь Генпрокурор И парламентский Секретарь Против которого Выдвинуто Обвинение Тяжких Нарушениях Закона И я так Про себя Думаю Ребят До чего Мы докатились И никакого Нарушения Этика Нет А когда Вспомним Как Представители Единца Высыпались С трибуны Парламента Публично Эти все Сараситым Дал Напроведус И так далее По поводу Лэнборгса Как это так Он там принимает Участие В каких-то Коалиционных Советах Ну Что-то я не помню Чтобы Лэнборгс Где-то Светился В публичных Мероприятиях Совместно С президентом Премьером То есть Во время Совещания Как такого Не помнится А здесь Это нормально У нас Человек Руководит Комиссии Бюджета Нет Не бюджет А в том числе Бюджета Я уже Опять угадал Судебное решение Принято Да Обязан Вернуть Какие-то Денежки Не какие-то Там 2 миллиона По-моему Да У нас Другим комитетом Руководит Господин Каймич Против Которого Мы Изо дня В день Ожидаем Что придет Требование Очередной Выдачу А вы Правильных Человек У нас Говоря о профессионализме То же самое Господин Каймич Ну Комиссии По мандатам И эти Ну Казалось бы Самые Достоинные Люди Туда Должны Идти Чтобы Могли Судить И родить По отношению К своим коллегам А Там Членом комиссии Господин Каймич Все нормально Все считают Правильным Он правда В прошлом Созыве Раз 12 Наверное Провлекался К ответственности За различные Нарушения Да И Ну Тогда вспомним Предыдущие Созывы Самое интересное Что это не шутка Это все правда Когда Каймич Там Охрана задерживал Который Кричал А вы знаете Кто я Да Разве Это не Специалист Поэтики Да Конечно Ну Вот К сожалению Мы живем В таком Государстве Где на мой Взгляд Политическая Власть Постепенно Деградирует И самое Печальное Там Вот Разные Реформы И так далее Да Они Имеют Право На жизнь Но Ребята Как Раймонд Уже Правильно Заметил А где Ваше Стратегическое Мышление Почему Вы Отдельно Решать вопрос По поводу Реформы То что касается Полиции То что касается Минюста То что касается Минобразования То что касается Территориальной Реформы Почему Это Все Вместе Нельзя Рассмотреть Ну Я так понимаю Если мы говорим О Обещаниях Предвыборных То Я так понял Что Ни медики Ни видимые Ни полицейские Ни учителя Им рассчитывают В принципе Не на что Я так понял После вчерашних заявлений Господина Каренща Что Бюджет ограничен Вы там Давайте будем Дискутировать Я так понял Да Ну понимаешь У меня вызывает Такое Вот Немножко Сметение Внутреннее Что с одной стороны Слушаю Того же человека Он говорит Что у нас будет Исторически Самый большой бюджет Порядка 10 миллиардов Да Потом он говорит Что у нас будет Ну раз исторически Самый большой бюджет То понятно Что скорее всего Будет лишние деньги Которые можно будет Куда-то вложить И что-то сделать Хотя бы что-то Из этих обещаний Потом оказывается Что Есть закон Который еще Скажем Закон на основании Где Учителям Наверное Это написано Сколько им надо Поднять зарплату Закон Который принял Сей Учителей Или Скажем Учителей В детских садиках Полиция тоже Не комплект И опять же Трюхтрианец говорит Никто не смотрит Целиком В эту ситуацию А как вы Собираетесь Дальше действовать Потому что Абек Скажем Скажем Абек Скажем Если не будет учителей Не будет врачей Не будет полицейских То это крах Это катастрофа А сделать Хорошего полицейского Врача И учителя Это надо Годами работать Чтобы Получить Хорошего Врача Хорошего Профессионального Учителя И получить Хорошего Профессионального Полицейского Так что Я не знаю О чем он думает И у меня Вот такой диссонанс Маленький Если самый большой бюджет И у нас есть деньги То почему вы Вы с этим Самым исторически Самым большим бюджетом Ничего не делаете Чтобы у врачей Учителей Полицейских И у других Было бы те зарплаты Чтобы было бы Три по пятьсот Или там два по пятьсот Хотя бы Или хоть один по пятьсот Да Ну хоть что И все И все говорит Ребята Ну денег нет Ну вы держитесь Вспоминая Тридцатилетие Балтийского пути Я тоже Вспоминаю Что в середине 90-х годов Латвия была впереди Всех союзных республик По всем показателям По пенсионным Зарплатам И так далее Не говоря уже О прибалтийских республиках На сегодняшний день Мы далеко позади По всем показателям Практически То что касается Эстонии По большинству Показателей Мы отстаем От Литвы Да И вопрос А почему Ребята А вот господин Левец Наш Новый избенный президент Ставил Вы понимаете Эстония всегда была Более прозападной На Финляндию смотрела Вот у нее и лучше Нет Ответ очень простой Так как я работал Балтийской ассамблеей И работаю я в этой ассамблее С небольшим перерывом Начиная с 96-го года На мой взгляд На мой взгляд В Эстонии И в том числе И в Литве Политики меньше воруют И меньше участвуют В различных Вот и весь ответ А прозападные Или по Минезападные Про западные Не прозападные Какая разница Вопрос Ты защищаешь Интересы Избирателей Интересы Своего государства Или нет То же самое Вновь был избран Министр обороны От имени всего государства Находясь в Вашингтоне Если верить То что было опубликовано Заявлять Что да Латвии Су-8 Разместит На своей территории Ракеты Если не ошибаюсь Патриот Да А он Кого-то спросил Мы вообще-то За или против А почему И солнце Где женщина Президентам Говорит Ребята Идите-ка вы лесом Да А дыха подальше Да А зачем К чему это приведет Те кто заявляют Что Вот Разместим Дополнительное Оружие В том числе Ракеты Ракеты Носители Которые могут Переправлять И боеголовки Ядерные Ребята Ну во первых Эта местность В первую очередь Подвергнется Ракетному удару Это раз Во вторых Это повышенный Объект Опасности С точки зрения Нападения Террористов И так далее И так далее Вопрос А что мы хотим Создать И к чему Мы вообще Стремимся Мы Когда начались Военные действия В Сирии Точнее Они зашли Уже Пошли По второму Этапу И Весь этот Военный конфликт Мешалось И в России Оказав помощь И авиации И спецподразделениями И это было связано И с борьбой С ИГИЛом И тогда Если Вспомним Актуальным вопросом Были беженцы Которые захлестнули Европу И поднялся Гвард У нас Парламент Я выступая С трибуны Парламент Говорил Я говорю Слушайте В ваших выступлениях То что касается Беженцев Я так улавливаю Несколько вещей Я говорю Во первых Мы в открытую Гордимся тем Что Латвии Неблагоприятные Погодные условия По сравнению Сирии Что у нас Бывает и холодно И бывает зима Я говорю Вы все Втихомолку Готовы оправдать То что Латвия Бедное государство Что у нас Все разворовали И это хорошо Беженцы К нам не идут Из-за маленьких Пособий И говорю Ну самое главное В чем вы Страшитесь Себе признаться Вы все Втихаря Надеетесь Что Россия Победит Одержит победу Над ИГИЛом И вопрос Беженцев Будет решен Автоматически И никто Больше Никуда Бежать Не будет Я говорю Так давайте Жить и дружить Головой Чтобы этих Беженцев Не было Создавать условия Не разрушать Государственность И так далее Ведь Беженцы Это последствия Тех проблем Военных действий Которые Проводились На Ближнем Востоке И Северной Африке Да Рэммот Еще вот Такой Может быть Вопрос Тоже Связанный С общей Стратегией Но мы К примеру Понимаем Что Рано или поздно Великобритания Выйдет Из состава Европейского Союза Скорее всего До конца этого года Хотя там называют Сроки Конец октября Но Я думаю До конца года Я так понимаю Что Нет у Латвии Какой-то стратегии А как действовать Потому что Ясно Что еврофонда Будет меньше И так далее И так далее Я думаю Что В этой ситуации Латвия Вообще Она Ну ничего Не может сделать В том плане Что Это Брексит Это бывшая империя Которая выходит Как бы Из очередного союза И там В принципе Но Латвия По своим размерам И по своим Скажем Силам Вообще ничего не может сделать Только наблюдать Ну конечно Скорее всего Вот этот Брексит Без какие-то договоренности Он конечно Самый печальный Во всех отношениях Потому что Ну когда нет договоренностей Тогда есть Да Есть место Для разных интерпретаций И других вещей Рушится целая Скажем Пласт разных договоренностей И всего остального Но мы всегда Вот мне всегда Было интересно Наблюдать Скажем Латвийскую реакцию Где вот четко Прослеживалось Что они не понимают Одной вещи Что Британия не Латвия Британия это Бывшая огромная империя И даже если Они потерпят Какие-то убытки Они никогда не будут Скажем Даже Скажем Вот Если мы не будут Проблемы Но они скажут Ну не будет такого Чтобы французы и немцы Нам сейчас диктовали Какие-то условия Поэтому это чисто Исторически Это надо просто понимать Да? Надо просто понимать Потому что Ну беря внимание Все сложные истории И Европы Где и немцы И французы И британцы За последние Тысячи лет Там Воевали Очень долго И упорно Конечно Они не примут Какой-то диктат Тем более Когда еще Идет вопрос У вас Скажем Человек из Люксембурга Который По британским меркам Вообще Кто Что это за человек Который Нам сейчас Выдвигает Какие-то требования Поэтому конечно Эта ментальность Совершенно другая Как и у Ирана Как у Турции Как у Российской Федерации То есть это огромная Страсть У Китая Это огромная цивилизация С тысячелетними историями С огромными территориями И даже если они где-то Потерпели какую-то неудачу Да? И потеряли свою империю То эта ментальность Она остается Вы не можете прийти Просто Вы пойдете туда К сожалению Наша То что вот Янис Скажет Политическая элита Да? Она Совершенно другая Вот им Они я думаю Страшатся больше всего Какого-то негативного Сигнала с Брюсселя Или негативного сигнала Там с Вашингтона Вот это все Что их беспокоит Как бы Что о нас подумают А как расценят Наши действия То что скажем Пол страны уехал Или вот опять же Просто тебе говорят Бюджет будет Самый большой в истории Но денег нет И тут для меня Я думаю каждый задаст вопрос А как это может быть Или вы Говорите неправду Или тогда давайте Деньги на стол Как говорится Конечно выполняйте Обещания Хотя бы Объявить по 500 Роман Трубловский Янис Адамсон На студии Приверся ненадолго Новости рекламы Не переключайтесь Микс Ньюз Еще раз добрый день Уважаемые радиослушатели Продолжаем работу В первом эфире Депутат Семья Янис Адамсон Из фракции Согласия Роман Трубловский Эксперт Вот мы обсуждаем События недели Это конечно не главное События недели Поскольку Рижская дума Занимает Политическое пространство Из-за своих скандалов Уже который месяц Наверное даже неделю Тем не менее Вот наконец Удалось избрать мэра И я так понимаю Что кто-то решил Даже большинство Наверное думцев Решило Что теперь эта дума Нынешнего созыва Доработает То окончание Своего созыва Вот я так понял Что я не скептический К этому Дай Бог Что их надежды Притворились Насколько я знаю Это Вся эта бодяга Насколько я понимаю Вся эта бодяга Так же как и Бодяга Которая была связана С отворождением Правительства Поиском премьер-министра Это Одного поля ягоды И Борьба шла По поводу Получения Возможных Каких-то Льгот При подписании Контрактов А то что Касается строительства Реобалтик Это около Миллиарда Инвестиций Которые пойдут И где По многим вопросам Решение будет Принимать Рыжеская дума Это Скансис Там 300 миллионов И еще Целый ряд Вопросов Это раз Во-вторых Если верить Тем Той информации Которые публикуются Масс-медиа То Рыжеская дума События Рыжеская дума Меня напоминают ОПГ Присупную Группировку Причем Неделя Ни оппозиции Ни оппозицию Они тоже Одним полем И одними ягодами Все Мазаны Если говорить То что верить Или не верить То что опубликовано Это раз Во-вторых Ребята И еще В прошлом году Высыпая парламент Я говорил Что к сожалению Мы живем Полумафиозном Государстве И К этому Есть Целый ряд Показателей Это Принятые Законы То что Касается Администраторов Неплатежеспособность Мы знаем Кого-то Отстрелили Кого-то Посадили Это события Связанные С Банком Латвии По поводу Уголовного дела Против Президента Банка Латвии Давайте Вспомним Что Тогда тоже Подняли Вопрос О том Что это Провокация России Что это Фотографии Фотографии Это фальшивая Да Потом оказалось Что нет Ничего не подняли Да Мы Можем Вспомнить Как Некоторый Министр Который Не министр Внутренних Дел Встречается Вместе С парламентским Секретарем На следующий День Как Выходит Из-под ареста Человек Который Провлекается По целому Ряду Уголовных Дел И что-то Обсуждает Мы вообще В каком Государстве Живем Мы живем В государстве Где Министр Внутренних Дел Принимает Решение То что Касается Закрытия Моста Я не хочу Спорить А спаривать Там решение Строителей Правильные Они или Неправильные Но ребят Давайте Каждый Заниматься Приделом Своей Компетенции Это что Компетенция МВД Определять Годен Мост К эксплуатации Или нет Вот по поводу Компетенции По поводу Событий Сейчас университета Да Утверждение Не утверждение Ректор На мой взгляд Это тоже Из одного Поля В том Плане Что Латвия Усилена В течение Последних 15 лет Пытается Столкнуть Лбами Разные Социальные Группы Сейчас Надеется Может быть Что Защиту Господина Ректора Бывшего Бывшего Ректора Сейчас Вроде Как В Рио Выступят Суденты Чему Это На мой взгляд Это То же самое Из той же Самой Оперы По поводу Языкового Референдума И много Других Почему Решерендума Боремся С отмывкой Денег А Почему Из банковской Системы Уплывает Более 9 миллиардов Евро Да Вот это тоже Интересно Вот Райм Тоже я думаю Ты обратил Внимание Нам все время Говорит Что вы знаете Вот теперь Этот ПНБ Банк Ну бывший Новик За ним теперь Надзирает Не только ФКТК А целый Европейский Центральный Банк Во факультете Ну и У меня были На медне Видел Такой Маленький Ток-шоу На Т24 По-моему ТВ-24 Где участвовал По-моему Министр Финансов И Когда задавались Вот эти вопросы А как же так Как же так А что будет делать Ну и он все время отвечал Ну это не в нашей компетенции Это мы не можем Это внутренний банковский Это внутренний европейский Это то И тогда вот возникает Такой простой вопрос Зачем вообще нужны Ну если вы вообще Ничего не решаете То есть Сократите И любой Ну маломайский Образднователь Человек понимает Что Если вы не контролируете Финансовые потоки И у вас нет денег То вы не контролируете Ничто И тогда Извините Ваше государство Контролирует Кто-то другой У которого есть Рычаги Возможности Открывать банки Закрывать банки Одним розчерком Пера И то есть Вот то что я не сгорел Туда 9 миллиардов В латвийской ситуации 9 миллиардов Это годовой бюджет На всякий случай А сейчас уже У кого больше 10 А сейчас уже Да Поэтому Поэтому Вот у меня Всегда возникает вопрос А кто за что отвечает Потому что у нас всегда бывает Что человек От которого ждут Что он как бы назначен Там министр Я не знаю Или еще кто-то Оказывается что Он ничего не может По ряду причин И вот опять Все те болячки Которые Я не с называл Я еще Немножко Скажем Еще одну болячку Это налоговая система И проблема Которая Очень сильно ударила По негосударственным Организациям По спортивным Спортивным Спонсоров Практически Сейчас Соднем не найти После всех Очень сильно ударила Да И очень многих Скажем Федераций Это вопрос Жизни или смерти И просто я смотрю Вот как эта критическая масса Постепенно Во всех вот этих Системах Нарастает И нарастает Мне кажется Очень интересно Чем это все Закончится Потому что Скажем так Бесконечно Это идти не может Мы не можем Без полицейских Без врачей Без учителей Жить просто Если нам говорят Что для них нет денег Ну тогда Это ситуация Катастрофическая Раман перед этим Говорил По поводу Того что Денега не хватает Учителям Врачам Полицейским Пограничникам В том числе Но денег хватает Для обороны Два процента Отдай Немоги В принципе Правильно Если мы Вступали в альянс И правильно Себя обязательств Два процента То будь добр Обеспечен Да Чтобы эти два процента Были Но вопрос Как их расходовать Ведь эти два процента Можно И зарасходовать Таким образом Чтобы и народное Хозяйство получило И здравоохранение И так далее И так далее Хотя бы Вот создайте Поликлинику Для военных И всех Оперативников Полицейских Судей Прокуроров И так далее Специализированная Поликлиника Где в том числе Обучают Как действовать В критических Ситуациях При ранениях И так далее И так далее Это целая Отосля медицины Совершенно верно Мы говорим О безопасности Все понимают Что ликвидации Академии полиции Было преступление Против безопасности Нашего государства И никто не ответил Никто во первых Не ответил И никто не собирается Устранять Потому что Тупые Незнающие Полицейские Следователи Очень выгодно Чтобы потом сказали А мы ничего тут не крали Ребята мы Да А армейцы Не придут И не похлопают В этом году В начале этого года Начались Очень крупные Наезды На пограничников По поводу Там Конкурсов Которые там Прошли Приобретение Той или иной Специфической техники И так далее По моей инициативе Мы совершали Совершили Выезд На Нашу Восточную Границу И потом Я задал Командующим Пограничникам Вопрос Я говорю Господин генерал Несколько вопросов Первый Сколько было Нарушений Сколько вы задержали На зеленой границе В прошлом году На восточной Ну где-то Около 250 человек Я говорю За полгода За этот год Сколько задержали Четыре Сколько вы Извели На какую сумму Наркотиков Около Шести миллионов Сколько Контрабанды Сигареты И так далее И так далее Да А сколько Стоит Переправка Одного Человека Там Десятки Тысяч Через Зеленую Границу И отправку Я говорю Господин Председатель Может быть Вы наконец-то Подумаете И поинтересуйся А кто Организовывает Эту компанию Что Пограничникам Ни денег Форма одежды Нет Зарплаты Низкие К вашему сведению Напрашивается Вы Проходят Проходят Учебный Процесс Соответственно Минималка По гранвойсках И Тех же Самых Нагрузках Два раза Больше Около Восьмисот Евро Человек Который Начинает Да не жалко То что Он получает Столько Но вопрос Почему Другие Получают Меньше Опять же Это Деградация Целенаправленная Деградация Силовых Структур И потом Мы удивляемся Что У нас Сорок Процентов Уголовных Процессов Закрывается По давности И это Безобразие У нас Кругом Везде Куда только Не посмотришь И причина Это Кроется Только в одном Это Абсолютно Непрофессионализм Тех людей Которые Занимают Терные Посты У меня Две Такие Ремарочки Первое Что То что Я не сговорил Когда Лбами Сталкиваются Разные Социальные Системы То есть Вот Налицо Еще одна Проблема Где Лбами Сталкиваются Уже Силовики То есть Потому что Конечно Любой Полицейский Силовик Пносит Погоны У нас В Латвии Все таки Не система Европейская Скажем Другая У нас Есть И генералы Полиции И полковник Полиции То есть Они такие же Офицеры Как и Полковники Генералы И такие же Кадеты И в полиции И в армии То есть Конечно Там может быть Какая-то Небольшая Разница В окладах Но если Она такая Огромная В зарплатах В пособиях В каких-то Льготах То это Конечно Нагнетает Обстановку Это во-первых Во-вторых Армия Наша Латвийская Ну она Каждый день Готовится К чему-то Полиция Каждый день Исполняет Свой долг Они каждый день Сталкиваются С преступностью Каждый день Что-то делают Извиняюсь Раймонд Хотел бы уточнить Каждый день Они исполняют Все свой долг Но боевую Службу Ежедневно До применения Оружия Это полицейские Это полиция Это пограничники Да Это не Представитель Вооруженных сил Чаясь И хвала им Я это имел ввиду Как раз То что ты говоришь Я имел ввиду Что Реально рискуют Жизнь Они рискуют Жизнь И конечно Когда им говорят Вы там получаете Скажем Такие Деньги Смешные И сейчас Говорят Что это не будет Конечно Это неправильно Это мягко Во-вторых Есть еще один Такой маленький вариант Там говорят 2% для Вооруженных сил 2% от ВВП Но Это конечно Кажется Ну там что вам Жалко 2% Ну конечно же Нет правильно Но когда ты смотришь Абсолютные цифры Бюджетные Скажем Бюджет 9 миллиардов Военный бюджет 650 миллиардов Это уже не 2% Это уже почти Скажем 7% Реальных денег Поэтому вот Все эти вопросы И мы тут рискуем Уже безопасность Потому что внутренняя безопасность Полиция Муниципальная полиция Пограничники Это те люди Которые первые Самые первые Вступят в любую ситуацию Будь то терроризм Будь то организованная преступность И конечно Если мы Мы Вот эту систему Доведем до такой ситуации Как и другие системы Ну я думаю Никому не поздоровится Может быть Такой последний вопрос И я несу И Романду Есть такое ощущение Что вот С этой аферой ОИК Вот этой Дотацией Из нашего кармана Налогоплательщиков Зеленую энергию Вот Это все будет прекращено И еще будут найдены Организаторы Все эти аферы Организаторы Уже стоило государство Нам всем больше Двух миллиардов В принципе Я вхожу Я являюсь членом Этой комиссии Сегодня К сожалению Заседание Не состоялось Я правда не знал Узнал уже По факту Ну ладно Что заседание Комиссии будет Но Опять же Мы возвращаемся К следующему На предыдущем заседании Комиссии Возник вопрос Слушайте Ребят А премьер Нам не ответил Ему пофиг У нас правительство Которые не выполняют Решения парламента Организаторы Должны были закрыть Принятие решения Еще 31 марта Этого не произошло То что касается Виновников Торрористства Они все Абсолютно Известны Вопрос только В другом А будут И Легим Предъявлены Обвинения Или нет Есть Доклад Бывшего Председателя Правительства Господина Кучинского С анализом Пофамильные Кто Какие решения Принимал Все есть Все есть И Вот эти Уголовные Дела По отдельным Фирмам Это Как раз Вытекает Из Общего Уголовного Дела Которое Возбуждено И Отдельные Моменты Выделяются В отдельное Дело Производство Это раз Во вторых Я конечно Очень хотел бы Чтобы Наконец Начали Допрашивать И бывшего Министра Экономики Господина Каренша Был Министр Экономика Господина Кампарса И так далее И так далее И чтобы Они ответили Ребята А почему Вы так Извратили Саму идею Хотя Идея Очень нормальная То есть Из мусора Создаем Электроэнергию Создаем Тепло Переработка Все замечательно У нас же Электроэнергию Начали создавать В чистом поле Будут посадки Ну Я думаю Что да Тем более Что Наш стратегический Партнер В прошлом году Поздравляя Еще Предыдущий посол Поздравляя Латвию С Сотдой годовщины Рассказывал Какая у нас Прекрасная страна И народ Ну вот есть Одна беда Это коррупция И как раз Это было В ноябре Прошлого года Ну и начались Все эти Как бы Случайно 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 Начались Все эти события У нас есть Плохие тенденции Что у нас Отдельные партии Пытаются Перенять Влияние Во всей Правоохранительной Системе Да И кричат О бескомпромиссной Законности Ну какая там Я уже говорю Там отдельные Здесь встречаются И встречаются Анекдоты Платить Платить Деньги Это Самые Наши Большие Борцы С коррупцией На словах В горе Оказалось Да А как же Иначе У нас тут Очень много То что Нарисовано И то что Соответствует Или не Соответствует Действительности То что Касается Правоохранительных Органов Да Это Грубый Наезд Попытка Наезда На генпрокурора Наша фракция Единственная Которая Высказала Ему Полную Поддержку И написали Письмо Председателю Верховного Суда Что это Все Извините Туфтамо Да Я Внимательно Прочитал Ознакомился С этим Материалами Ни одного Предложения Которые Можно было бы Упрекнуть Генпрокурору У нас Система У нас Абсолютно Идиотская Генпрокурор Или начальник Полиции Должен Заниматься Проблемами Покраски Степ Да Это его Компетенция Или мы А у нас Есть Валс Некстами И по шуму Которые созданы Если память не извиняет В 98 Году Которые должны Это все Обслуживать Обслуживать Там Несколько Десятков Процентов Только Ребят Каждый Должен Заниматься Своей Профессиональной Деятельностью В полном Объеме Прокурор Должен Заниматься Уголовно Наказуем Лицами Судья Должен Судить Верховный Судья Не обязан Знать Какие Краски Системы Существуют То же самое Касается И военных И так далее А у нас Вся эта Мишанина Она Мишает Последняя Ну как говорил Классик Давным-давно Что фанатики Нужны Чтоб что-то Сломать Но они Никогда Не могут Удержать Победы В долгосрочной Перспективе Они Не могут Ничего Построить Это не Строить Я не сяну Сограма Трубловского На двух Студии Большое Спасибо